Всем привет! Давно не виделись. Сегодня мы с вами поговорим, как сделать свой умный дом на практике. На примере очень старой и очень умилой хрущевки. Я, как вы можете увидеть, переехал и немножечко поработал над деталями. И мы рассмотрим с вами даже такие нейтральные вещи, как использование умного дома от Сбера. Я подумал, в принципе, контента по Алисе достаточно много. Умные колонки Mail.ru работают слишком с большим количеством ложных срабатываний. Может быть у Сбера что-то получилось. И в целом оно получилось. Можно сказать, что они добились успеха. Ну, то есть, с коробки она работает более-менее нормально. Звезд с неба не хватает, но в целом прикольно. Давайте немножко продемонстрируем парочку каких-то базовых таких возможностей. Соответственно, из оборудования у нас есть страшная штука, такая как Сберпортал. Есть умная RGB-V подсветка от Сбера, сегментная, которая, соответственно, монтируется при помощи двустороннего скотча. И у нее есть удлинители. В целом, штука прикольная. Но есть один нюанс. То, что все равно пришлось использовать стяжки. Потому что она держится не очень. Из-за того, что сегменты, боковые сегменты приходится ставить на стяжки. Потому что невозможно подобрать лену в такую кровать, кроме как, наверное, 2 метра на 2 метра, чтобы оно стояло ровно и не было всяких приколов. И поэтому тогда можно использовать уголки, чтобы лента поворачивала. Это правильный монтаж. Ну, тут используется шайтанный монтаж. Горилла-монтаж на, соответственно, стяжки. В целом, работает и нормально. Она держалась и так, но стала держаться лучше. Из интересного. Данная подсветка может работать весьма неплохо, управляясь с умных устройств с голосовым помощником. Потому что у большинства подсветок есть проблема, что иметь тяжело управлять. То есть нужно прописывать профили, настраивать все, конфигурировать. Если, например, вы хотите использовать умную подсветку с умным домом от Туи, то это будет больно. Давайте посмотрим, как оно работает. Сбер. Перейди к управлению подсветкой. Сбер. Перейди к управлению LED-лентой. Сбер. Теперь включи меню управления LED-лентой. Но, как вы видите, не все идеально. Я думал, что с голосового оно нормально работает. Но печально, конечно, в целом. Зайди в меню LED-лентой. Сбер. Зайди в меню управления светом. Сбер. Выключи LED-ленту. Странно. На выключике LED-ленту он сработал. Сбер. Включи подсветку. Вот на подсветку он реагирует. То есть они немножко странно обучили, но в целом оно работает. Сбер. Поставь режим новогодний на подсветке. То есть в целом оно работает, как вы можете видеть. Но нужно все равно запоминать слова. Оно не всегда срабатывает. Это печально. Я думаю, это пофиксит потихоньку. Из интересного, что в целом их вот этот вот сбер-портал, он работает так же, как обычная их колонка. И в целом она работает без ложных срабатываний. Она прикольно работает. Ничего такого. Из особенностей, почему я подумал взять именно эти решения. Потому что, во-первых, у Яндекса нельзя добавить второй умный дом. Надо звать отдельный Яндекс аккаунтом не впадло. А второй момент, то что Алисы стоят слишком дорого. То есть вот этот вот портал на вторичке я взял за 10к. А колонку умную, там, тысяч за 6 с умной лампочкой в комплекте. Ну, то есть, типа, в целом оно получается дешевле. Ну, и как бы, ну, мне интересно было поковыряться. Соответственно, вот эта вот подсветка, она, в принципе, работает прикольно. Да, то есть, из интересных моментов, то, что неплохие бензинги управления. Вот есть кнопочка света и вот умная лента. Может, я надо было назвать умной лентой, а бы он сообразил. Соответственно, можно зайти вот сюда, ну, в саму ленту, и выбрать пресет. То есть можно брать, например, управлять яркостью. И оно нормально работает. То есть, бензинги есть, и оно все хорошо сделано. То есть, можно какой-то свет определенный выбрать. То есть, просто нажимая клавиши. Это в целом прикольно. Вот эта подсветочка достаточно такая прикольненькая. Хотя она выглядит так, как будто человек что-то выращивает. Есть даже фитосвет. Это, чтобы, наверное, лучше растения под кроватью росли. Но, в целом, сделано прикольно. Соответственно, мы выключим подсветочку. Санкционерный экран, как вы видите, не самый топовый, но ничего страшного. И рассмотрим другие устройства. Датчики движения работают достаточно хорошо. Но при этом, как обычно, если не движение, умные датчики, бодисенсоры, они как бы не работают. Сбер не исключение. Но качество работы датчика достаточно высокое, на удивление. То есть, я не думал, что оно будет так хорошо работать. Соответственно, мы можем посмотреть на примере туалета. Потому что я всегда, моя основная тема, это проверять, а как оно будет работать на примере туалета. Давайте посмотрим. Заходим в самое страшное место в мире. Естественно, у нас есть датчик. Он срабатывает. В целом, оно, если 5 минут сидит неподвижно, оно перестанет работать. У него два триггера есть на включение и отключение. Это мы рассмотрим потом. Вы видите, тут специальный фикс двери, чтобы она закрывалась нормально. Геометрию двери чинить нет смысла. Ну и на кухне у нас здесь пока обычный выключатель. Но это мы исправим. Естественно, в следующем видео мы продемонстрируем, а как, соответственно, делать умно-освещение в ванной. Также из интересного используется увлажнитель Xiaomi, потому что здесь очень низкая влажность. Батареи аж парит, как дикий датчик CO2. Очень полезен, потому что нельзя быть уверен на 100% в отоплении и в том, когда надо проветривать. И самое интересное, что для того, чтобы выжить таких квартир, приходится заклеивать и подклеивать окна, потому что чинить их нет смысла. Дом под снос, а жить теплее хочется. И из интересного, это, соответственно, лампы с датчиком движения. То есть, когда что-то делается в шкафах, можно получить освещение на аккумуляторных лампах. Тегилайтовские аккумуляторные лампы А20, А40, А60. В целом, достаточно неплохо. Я пробовал сделать сенсорный свет на входе, но это оказалось не очень удобно. Поэтому я просто наклеил аккумуляторную лампу, которая дает базовый уровень освещения. Платерь сработала. Она еще по уровню освещенности не всегда срабатывает, потому что основа освещения сейчас включена. А так, когда приходишь, видно, что доставить обувь и так далее. И при этом ночью она не срабатывает, потому что она спрятана за дверью. Но, в целом, вот такой вот обзор. Вот столько остался Сберпортал. Который, можно сказать, уснил, он тоже выключится. Давайте попробуем это сделать. И пойдем спать, потому что записывать видео по-моему, домову, это, конечно, хорошо, но спать тоже надо. Можно нажать режим сна. И он не будет шпарить мозги. Соответственно, всем спокойной ночи. Надеюсь, что умные дома не будут вас будить. Продолжение следует... Продолжение следует...